Уважаемые коллеги, Татьяна Рукевич, HR-директор сети гипермаркетов Лента, в гостях в нашей студии диалоги о ритейле. Татьяна, здорово, что вы к нам зашли, потому что мы с вами поговорим сегодня про самое интересное, это про управление персоналом торговой сети. Сейчас все сети бьются над эффективностью, бьются над улучшением сервиса, но всегда за этими процессами стоят люди. Как у вас происходит улучшение сервиса и какие-то новации по отношению к сервисам, и как это на фоне управления персоналом? Спасибо, что пригласили, Константин. Тема действительно интересная. Если говорить о том, какие HR-инструменты нам помогают повышать эффективность, я думала об этом. На самом деле практически все HR-инструменты призваны повышать эффективность, начиная от управления мотивацией, это правильное выстраивание бонусов, которые должны стимулировать правильное рабочее поведение. Это работа с вовлеченностью, потому что еще Сэм Волтон сказал, что если ты в компании относишься к человеку плохо, то уже в течение ближайших нескольких часов это будет видеть клиент. То есть это сразу отразится на клиенте. Поэтому крайне важно для нас, чтобы наши сотрудники были удовлетворены, вовлечены в работу, тогда у них повышается уровень сервиса и для клиентов. У нас очень много делается именно для создания благоприятного рабочего климата, для того, чтобы люди были услышаны, чувствовали уважение, доверие, знали, что мы их защитим в случае каких-то непредвиденных обстоятельств, ураганов, наводнений и так далее. Соответственно, это работа, конечно, безусловно, по нормированию труда, по организационному дизайну, это базовые вещи, которые HR делает обязательно. Это работа с ценностями и культурой, потому что в любом случае откуда возникает лояльность? Лояльность – это когда человек доверяет компании и разделяет ее ценности. И поэтому очень много внимания уделяем в том числе ценностям, отбираем людей, у которых ценности совпадают с ценностями ленты. И, соответственно, выстраиваем всю культуру, которая направлена на уважение к сотруднику и на уважение к клиенту. Скажите, сейчас в России ни одно высшее учебное заведение не выпускает специалистов именно с компетенциями в области розничной торговли. Каждая сеть выращивает своих топов. Как у вас выстроен этот процесс? Мы тоже делаем очень большой акцент на развитие собственных топов. Это правда. Даже сейчас приводила статистику на конференции. У нас за прошлый год из всех директоров торговых комплексов, которые были назначены, 78% – это внутренние люди, внутренние выдвиженцы. В принципе, у нас около 14 тысяч человек поменяли работу в течение года. Получили либо вертикальное повышение, либо горизонтальное повышение. Мы делаем программы развития собственные. В этом году мы делаем уже второй год программу мини-МБА совместно с Высшей Школой Экономики. Мы называем ее «Лента Лидер 2.0». Это очень интересная программа, потому что здесь мы удачно объединили академические знания Высшей Школы, и в то же время мы перестроили все программы, приспомнили наших экспертов. Директор по маркетингу делал материалы по маркетингу. Наш финансовый контролер делал материалы для нефинансистов. И в прошлом году, это еще читали профессора Вышки, то в этом году, например, финансовый контролер сама читает финансы для нефинансистов. И используется в основе этого обучения отчетность «Ленты» и «Бизнес-кейсы» тоже «Ленты». То есть это очень интересная программа, которая дает сразу практическую пользу для наших руководителей. То есть это и наставничество, и база знаний такая общая? Здесь программа ориентирована и на развитие управленческих навыков, и на развитие знаний, функций, которые человек может не знать. Люди из розницы, например, учат маркетинг, финансы, управление логистикой, пусть хотя бы в базовых дисциплинах, но тем не менее они начинают понимать бизнес целиком. Скажите, диджитализация и все эти диджитальные технологии проникли в ритейл, особенно в большой топ ритейл во все его процессы. Как в управлении персоналом сказалось что-нибудь? Есть какие-то решения, которые вы внедрили по поиску, подбору персонала или по мотивации? Уже несколько лет мы занимаемся платформой «Люмэс». Это платформа, которая объединяет все HR-процессы. И что позволяет эта платформа? Она позволяет руководителю сотрудника получать данные о своем сотруднике, не спрашивая HR. Если ему нужна информация, к чему он учился, какие программы ему назначены, когда ему повышали заработную плату, какие у него ожидания по карьере, он все это видит в одной системе интегрированного. Это один аспект. Второй аспект – это то, что мы используем, например, технологию VCV, это видеоинтервью, что позволяет нам работать с кандидатами из любых регионов, не обязательно по телефону, не обязательно привозить их, люди посылают нам свое видеоинтервью, и мы уже дальше смотрим приглашать ли кандидата. И мы это используем сейчас не для всех позиций, но для директора торгового комплекса и руководителя отдела персонала на стандартные вакансии, которые мы таким образом закрываем. Вот это вот очень интересно было про технологию. Обычно на этот вопрос не так интересно и ярко отвечают. А если вот все-таки поговорить о тонкостях лояльности линейного персонала, вы сказали, что, конечно, у вас это есть, но все равно для сетей отток людей это всегда была самая большая проблема. Найм и отток – это вот какое-то постоянное производство. Как у вас сейчас с этим обстоят дела? Удалось ли как-то снизить отток? И вот чем прям именно конкретными инструментами вы стараетесь заставить людей быть с вами? Не заставить, а расположить? Смотрите, у нас действительно более низкая текущесть, чем у средней по рознице. Мы знаем это из данных опросов. Действительно, у нас она находится порядка на уровне 30%. Для розницы это очень хорошо. За счет чего достигается? Достигается за счет той самой обстановки, про которую я начала говорить еще в первом вопросе. В каждом гипермаркете, это достаточно большой магазин, всегда есть сотрудник отдела персонала. Его основная задача как раз работа с культурой, работа с людьми. В чем выражается? Спортивные праздники, детские дни в магазине, когда ребенок может прийти и посмотреть, где работают родители, посидеть за столом у директора торгового комплекса, попробовать приготовить что-то на нашей кухне. Понятно, что все это было безопасно, но это реально вызывает очень большую гордость у родителей, и вызывает вот это чувство реально неподдельной вовлеченности, благодарности, что ребенок начинает тобой гордиться. Он увидел, где работают родители. У нас очень хорошо работают на детские дни, спорт, праздники. У нас обязательно есть день рождения торгового комплекса. Вот здесь люди пользуются всеми своими творческими способностями, сами организовывают программы. Интересная штука, они делают у нас флешмобы очень часто. У нас уже есть целая коллекция видео, где наши люди сами снимают поздравления на 8 марта или с Новым годом совместно коллективом, и потом это выкладывают в сеть. И очень гордятся, кто больше лайков получил. Вот за какой флешмоб ленты из какого города? Вот про прозвучавшее несколько раз слово «гордость». Вопрос, пожалуй, заключительный, где-то философский. Скажите, с советских времен работа в торговле не была престижной. Мы выросли как раз среди слов «торгаш» и прочее. И сетям сейчас с развитием, с становлением крупнейшими работодателями в стране, с этими стереотипами пришлось бороться. Вот на ваш взгляд сейчас retail.ru празднует 18-летие в этом году. И вот если рассматривать отрасли как ее взросление, с этим взрослением и развитием отрасли изменилось ли в умах людей вот это понимание, что в retail можно быть отличным специалистом, развиваться, расти, и это гордость? Есть взгляд изнутри и есть взгляд извне. Взгляд изнутри – это действительно гордость. Потому что когда люди приходят работать в современную розницу, а это реально другая розница, это высокие технологии, это качественная работа, это реальная забота о потребителе, это выполнение всех стандартов. Люди начинают гордиться. Очень быстро приходит гордость и понимание, что ты работаешь в инновационной современной отрасли. Взгляд извне, к сожалению, я пока не вижу большого изменения. Вплоть от отношения СМИ к рознице, которые очень любят больше показывать какие-то проблемы, не называя даже, кто автор этих проблем. Я вспоминаю сразу Роспотребнадзор передачу, где буквально 25 кадрами идут факторы, что розница вас обманывает и так далее. Но это же не так. Это данные по какому-то одному маленькому магазину, а дальше идет распространение фактов на всю розницу. На мой взгляд, не совсем справедливая. Мы пытаемся, на самом деле, совместно с розничными компаниями бороться с этим, с этими стереотипами. Мы, например, в прошлом году проводили такую вещь, как Modern Trade Code. Я не знаю, слышали вы про него или нет. Это кейс-чемпионат для студентов. Потому что обычно такие вещи проводят большая пятерка аудитор и IT-компании, и студенты активно ходят. Все удивились, когда розница решила его провести, и никто не ожидал из детей, что у нас есть очень интересные кейсы по маркетингу, по логистике, по IT-технологиям. Очень большой успех был, на самом деле, этого мероприятия в прошлом году. И в этом году мы повторяем. Вот таким вот потихонечку будем работать над тем, чтобы образ отрасли доменялся в глазах молодежи, потому что, наверное, исправить советское прошлое невозможно. Давайте мы будем лезть на молодежь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова